всем привет сегодня мы в ничанке отправляемся в огромный супермаркет похожую на ленту в россии это бикси но если добраться до лотоса например вы едете из севера то я обычно например на мотоцикле или на велосипеде поворачивай направо и там проезжают сразу три огромных магазина города винмарт бикси а вот бикси находится дальше всех буквально четыре минуты если поехать на мотоцикле или велосипеде туда дальше за железную дорогу просто по прямой если даже идти пешком вы найдете а вот говорят что здесь цены очень низкие я бы для сравнения вам хотел показать что у них там есть такого например светильничек да а вот интересные шлемы они все простуки за позвание с ценами 600 рублей светильники тоже по 600 рублей куча тетрадок похожих на аниме с большими глазами я заметил что это модуль уже есть не только в россии не только в японии но уже повсюду ну как бы азия есть азия мини пачки бумаги за 4 доллара 250 рублей пока что курс 61 60 копеек всяческие тетрадки для учебы в школе куча линеечек в общем там есть все продукты комиксы книжки все на своих языках там с продовольствием товара вообще все что угодно но по мне так конечно я бы хотел магазин еще более побольше типа вот прям вообще какой-нибудь огромный пакет ну вот я шагу чтобы там можно было выбрать и но если ты не знаешь что там месте куда ехать и купить себе что-то для дома чтобы починить какие-то карман еще что ты не знаешь куда ехать ну понятно здесь а в ничанге вряд ли у кого-то из путешественников есть свой дом или квартира ну всяко бывает нужна изолента клей и снять или показано сложного но приколюхи все встречается вот такие вот пеналы по моему следующем выпуске я вам расскажу уже что эти пеналы они как из детства не знаю как в вашем детстве но в моем девяносто третьем году реально были такие пеналы клевые или там от вашей резинки всякие карандаш сам магазин а в целом выглядит большим очень много таких стартовых товаров которые я бы наверное себе бы никогда не купил вот и кому не нужны поэтому но они немножко отличается от наших товаров которые мы видим в россии хотя в целом смысл один и тот же везде то есть так книжки детские книжки например просто разукрашены по своему стилю по самому вкусу потому что он в каждой стране своей стране разные обычные как должно вообще быть азбука или просто книга или это будет комиксом или какая-то поучительная у нас классические как под русских книги знаете если идешь то комикс сложно будет найти и вообще это дорогое удовольствие хотя интересная фишка почитать что на вьетнамском или на английском посидеть по переводить она тоже такая себе задачка единороги ну вкусы люди всех одинаков вообще мне понравилось что базе минут во вьетнаме люди очень похожи чем-то по самобытности именно на русских несмотря на то ну что у них есть свои какие-то интересные вещи что не готовы ведь готов на улице а швей моторист тоже стоит на улице но у них тепло реально и даты я тоже может быть готов там встречи сколько вот бумаги туалет рулонами у них тут фишка любит все любых больших количествах объема тут огромные просто в баке для того чтобы помыть посуду лежит как какое-то мыло но это это домой на нам в гостиничный бизнес даже если взять шампуни гелью все что угодно листерин для полоскания так вы обнаружите что просто гигантская пачка вот реально 1 1 2 литра 1 и 5 то дома это самая маленькость 70 я вам просто здесь показываю где изготовлена юниевая да в общем все те же самые фирмы что у нас а те которые отличаются от мировых производителей то это просто какая-то другая этикетка вот эти вот пасты говорят очень популярны в китае говорят они просто обалденные вот любят зубные щенки большими блоками да это реально отличие куча 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 всяких вьетнамских фигурок а вот и не знаю кто покупает наверное место потому что я бы с собой не взял такой я бы разбил но и она есть такие драконище обалденные такие вот огромные вещи я бы все все построим замок я все купил бы из трауса я все там каких-нибудь этих мужичков с животами тоже купил вот этих бунду ну просто есть некоторые вещи которые за не то что понравились я вообще не фанат но такой цвет вы понимаете янтарный классный такой цвет прям матовый глянец мне очень конечно понравилось хотя я не фанат всяческих японских китайских вот этих вещиц и пабликушек статуэточек блин ну реально эти шары мне понравятся я бы все забрался выезжать что я не смогу везти прям классно вот кстати и огромная бутылочка как я обещал все она надрела альбекси мы поехали на такси домой кстати на велосипеде до дома альбекси на север вичанга я доезжаю за 19 минут всем удачи с вами был я костя чест